Барабанная дробь и аплодисменты от жителей села и всех, кто принимал активное участие в обустройстве новой зоны досуга. Желающих создать на месте старого аварийного барака спортивную и детскую площадки было много. И общественники, и предприниматели, студенты, волонтеры, депутаты и местные власти. Мы строим в городе за бюджетные деньги 4 сквера. Это построили уже сквер, если кто был в микрорайоне КСМ. Совсем скоро в Адлерском районе, в Блиново. На той неделе мы откроем еще одну площадку, вернее сквер, который идет через практически все Блиново. Новый парк мы в этом году запускаем и в микрорайоне Мацеста. Но это все за бюджетные деньги. А здесь деньги предпринимателей, деньги людей, меценатов. Имена тех, кто принимал участие в закладке аллеи, навечно вписаны в этот монумент. Сами же активисты сегодня получили благодарственные письма и грамоты от мэрии и депутатов. Среди тех, кто активно участвовал в работе и Руслан Корян. Очень дружное село, все помогали, чем могли. Что сказать? Результат на лицо, что получилось. Думаю, все получилось здорово и хорошо. А название скверу – дружба. Все потому, что на этой площадке будут собираться жители сел Лесной и Голицына, а это порядка 2000 человек. Здесь даже две каменные стелы установили, на которых написана история сел, образовавшихся еще в начале 19 века. Сам мини-парк можно разделить на несколько зон. Для детей, качели и карусели для атлетов установлен турнир для воркаута и площадка, где теперь будут проходить турниры по волейболу. Это как новогодний подарок от мэра нам. Мы очень благодарны ему. Подарил хороший мяч. Мы будем играть здесь в волейбол. Мы играли обычно в футбол на школьной площадке, но там поле очень маленькое. А здесь оно как бы получше. И не будем теперь мешать школьному охраннику. Кстати, эту площадку будут использовать не только для занятий спортом, но и для проведения школьных торжественных мероприятий. Кроме того, этот сквер может со временем стать не только местом досуга сельчан, но и туристов, потому что он расположен как раз по пути к двум знаковым объектам города – скай-парку и Троице-Георгиевскому женскому монастырю. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.